Мы продолжаем исследовать некоторые этические проблемы. Сегодня мы попытаемся понять, что такое долг. Тут есть определенного рода проблема в связи с тем, как мы понимаем, что такое нравственность. Мы всегда говорили о том, что нравственными являются те поступки, в которых есть свобода. Если никакой свободы нет, то такие поступки не могут оцениваться как нравственные. То есть раба, которого заставляют убивать и делать безнравственные вещи, нельзя считать, с внешней точки зрения, виновным за эти поступки, потому что он осуществляет не свою волю, не свою волю. То есть только свободное существо может... Только свободное существо можно вменить ответственность за свои поступки, и только свободное существо может быть нравственным. И это очень важно. Но тут возникает такая странная вещь, как долг. Казалось бы, с внешней точки зрения, если мы озабочены исполнением какого-то долга, то мы вроде находимся... мы не свободны. Вот действительно, например, у каждого из нас есть долг перед своей семьёй, долг перед государством, допустим, служить в армии, перед голосовать и прочее. Но много каких-то есть вещей, которые человек, как гражданин общества, как член семьи, как член клана, рода и прочее, должен исполнять. И в этом исполнении вроде бы нет его свободы. Вроде бы получается так, что он здесь обусловлен некоторым родом внешней волей, некоторого рода внешним законом, внешними обязательствами. И поэтому это вроде несвободные поступки. В самом деле, тут надо задуматься о том, как деятель трактует, что такое свободу. Как раз в понимании того, почему, когда мы говорим об исполнении долга, мы всё-таки речь идём о нравственности, мы должны понять, что такое свободу. Вот дети трактуют свободу в одном из мест своих работ, что свобода и с осознанной необходимостью. Иначе говоря, применительно относительно нравственности, это что значит? Это означает, что если мы признаём некого рода долг, признаём и осознаём, что это долг, если вещь необходимая, мы должны его делать, то если мы этот долг осуществляем именно с таким осознанием, и с таким признанием, то он становится неким нашим свободным действием. То есть, несмотря на то, что долг предшествовал нашей воле, да, он как бы существовал заранее, и несмотря на то, что как бы вроде он ограничивает и обуславливает нас, тем не менее, если мы признаём разумность, необходимость этого обуславливания, то и совершая наши поступки со сознанием этого, то мы в выполнении этого долга свободны. Вот здесь есть такой перевёртыш, да, связанный с сознанием. И этот перевёртыш, он как раз и демонстрирует эту логику, что свобода есть особенная необходимость. То есть, иначе говоря, наше сознание может некоторые обуславливающие нас моменты переводить в разряд свободных. Потому что, действительно, мы живём в мире, да, и многие вещи нас ограничивают. И наша свобода, если вдуматься, она достаточно, так сказать, невелика, да. То есть, область нашего произвола, её там, ну, много чего мы не можем сделать, да. И много чего мы обусловлены. Нам нужно, необходимо нам питаться, нам необходимо пить, необходимо, там, крыша над головой, общение и прочее, прочее, да. Но вопрос ведь состоит в том, что, получается, что та область нравственности, если рассуждать с этой позицией, она тогда судится до какого-то там, совершенно маленькой области. И мы, вообще-то, тогда не сможем ни какие поступки совершать толк, да, потому что во всяком поступке всегда будет присутствовать какая-то обусловленность. Нравственность – это же всегда какое-то блаженствование. Наверное, свобода заключается не в том, что мы исполняем осознанную нравственность, как долг. Просто свобода в том, что мы можем жить и безнравственности, мы можем не исполнять долг. Вот в этом свобода. А когда мы исполняем долг, то это наш выбор, просто исполнять. Нет, ты правильно рассуждаешь, но это и есть то, что называется «осознать и признать». Как ты исполняешь долг? Ты его осознаешь и признаешь, что исполнять его ты должен. Что такое? А вот представь себе другое внешнее должественное. Ты приходишь в какую-то организацию, и там все, допустим, обязаны на карашках ходить, понимаешь? Просто вот такая вот у них обязанность. Ты смотришь, и ты понимаешь, что для тебя это унизительно. Понимаешь просто? И ты осознаешь это и не исполняешь. То есть, когда ты осознаешь и признаешь какого рода долг, ты понимаешь его разумность, ты понимаешь его необходимость. Ты понимаешь на самом деле, что тебе говорят, что надо служить в армии. Ты понимаешь, что кто-то же должен это делать, что есть враги, есть границы государства, есть необходимость кому-то служить. Ты должен это понять, осознать и принять. И если ты осознаешь и принимаешь это, то твоя служба в армии – это не есть рабство. Это есть твой свободный выбор. То есть, выбор становится свободным, если ты принимаешь и эту необходимость. Как свою боль. Вот какая проблема тут существует? Например, вот у меня такой случай был любопытный. Люди считали, что я хороший знакомый, и они не рассказали о том, что у них там кто-то умер. И так получалось, по-настоящему, из самой ситуации, что… Ну, они рассказывали о том, что вот многие там скидывают там деньги какие-то, дают там на похороны, там кто-то, кто чем помогает. И так получается, что в каком-то отношении во всем разговоре все склонялось к тому, что вроде я тоже должен какие-то деньги дать. Понимаешь? Ну, я вот почувствовал, не то, чтобы мне деньги было жалко, но я вот почувствовал в этой ситуации, где трудно обусловлено. Понимаешь, как будто бы я не свободно хочу деньги дать, а как будто бы меня принуждает, меня предеволит, как будто бы он мной манипулирует. Понимаешь? Ну, просто я почувствовал это как-то. Потом-то, когда я уже все это осознал, я понял, что я поступил неправду. То есть, я деньги не дал, как бы ушел, я сделал вид, что ничего не понял, как бы, и ушел. Потом я понял, что я не прав был. Ну, как было себя пересилить? Я просто почувствовал преневоливание, и все. И многие ведь, на самом деле, люди, например, по поводу той же сонарии, чувствуют, что это вот преневоливание. Это вот некого рода рабства. Ему хотят забрить в армию. А он, типа, свободный человек, он не будет, он не хочет быть рабом. И многие же вообще свои обязанности, свой долг перед семьей, перед детьми, перед родителями воспринимают как рабство. А почему я должен нам ухаживать за престарелыми родителями? Почему? Они свою жизнь прожили, а почему я должен? У меня, типа, своя жизнь, они пускай доживают свою жизнь. И всегда вот так можно обыграть. Всегда можно рассмотреть... Ведь тут, заметьте, слово «долг». Это как будто бы какая-то тяжесть. И уже всегда можно рассмотреть как некого вузу, который хотят на тебя взвалить. И если ты ее не осознаешь и не признаешь, если ты ее не рассматриваешь как свою волю, то всегда можно увидеть долг как некого рода пренеболивание. А если пренеболивание, то в нем как бы трудно увидеть свою свободу. То есть всякий раз уж как бы... Трудно будет увидеть из них в этом нравственности. Особенно, ну, когда с родителями там один разговор, да. А вот когда ты ищешь это государство, там еще более... Еще труднее увидеть, да, что ты вот обязан, допустим, служить. Почему обязан? Так вот, вот с этой проблемой долго связана еще другая проблема, да. Проблема пассивности и активности нашей позиции в жизни. Вот мы постоянно обсуждали, когда говорили об этике, мы постоянно выходили на некоторые разговоры об активизме. Уже много как бы у нас было семинаров, посвященных тому, что надо в жизни занимать активную позицию, да. То есть быть волевым, как бы там, и... И в этом мире претворять некого рода свои, там, замыслы, проекты и прочее. Да, и это... В этом даже, как бы, я это рассказывал даже и говорил о том, что в этом состоит смысл жизни, да. Что в своей жизни давать вот такую... Такую направленность какую-то. То есть брать какую-то направленность и ее осуществлять. На самом деле, если вдуматься и взять этическую позицию нашего мира, то у нас фактически существует не одна позиция, а две. Есть еще пассивная позиция. Мы можем находиться в пассивной ситуации, и тем не менее, ситуация будет иметь характеристики нравственности. То есть бездействие, при котором я могу действовать, но не действую, тоже можно оценивать как свободное бездействие. То есть, казалось бы, вот передо мной происходит какое-то несчастье. И я нахожусь в пассивной позиции, я это вижу и могу помочь, но не помогает. То есть, это же моя воля, я же имею право находиться в пассивной позиции. Если бы я совершал какие-то активные действия, допустим, и совершал зло, это одно. А когда я просто ничего не совершаю, я нахожусь в некого рода пассивной позиции, просто выключенной ситуации, просто наблюдаю. И передоносятся, что-то совершается. Но я не прихожу на помощь. Государство часто это трактует, на самом деле, как бездействие, и часто даже наказывает. То есть, на самом деле, государство не только наказывает деяния, оно иногда и наказывает и бездействие. То есть, в юридической практике как бы бездействие наказуемо. Если в этом бездействии я мог действовать, но не действовал. Особенно, если это касается ответственности. Если я был ответственен за какой-то участок, и на моем участке такое совершилось. Но суть вопроса не в этом. Суть вопроса стоит, что странным образом, на самом деле, пассивная позиция тоже оказывается в области нравственного и бездравственного. она тоже может оцениваться с точки зрения расстройства. И не только активность. И чтобы вот это понять, как бы с этим быть. Потому что очень сложно оценивать нашу пассивность. Вот мы говорили о том, что добро есть стремление принести другому пользу. То есть, на самом деле, в наших определениях добра присутствует активность. Мы говорили, что когда мы свою свободу располагаем по отношению к другому, так, чтобы принести этому другому пользу. А если мы просто пассивны? То есть, у нас нет никакого стремления, нет. Мы просто оказываемся в ситуации, просто как в созидцательной ситуации. Мы вообще ничего не делаем. Просто, условно говоря, наши глаза открыты, и перед нами что-то разворачивается. Нет никакого, ни намерения, ничего нет. Как эту ситуацию оценивать с точки зрения нашего определения? Нет, если намеренно, мы находимся в позиции пассивной. Это может быть добро, а если… Ты сидишь на каждом. Тут именно всё делал намеренно. Может быть такая ситуация, когда нужно намеренно бездействовать, чтобы случилось добро. Нет, намеренно бездействовать можно. А если ты просто бездействуешь? Просто бездействуешь. Созерцать. Это вне этики, это не может быть. Не нравится мне это. Так вот, смотри, ты намеренно бездействуешь. Ну спит человек, что можно ему противостоять? Спит ничего. Ты намеренно созерцаешь, но ты находишься в сознании. Мы говорили о том, что можно находиться в пассивной ситуации сознательности. То есть ты сознаешь, допустим, что перед тобой что-то разворачивается. А перед тобой там, условно говоря, там не знаю, совершается какое-то преступление. И ты просто находишься в некой созерцательной позиции и за этим наблюдаешь. И ничего не предпринимаешь. Вот ты не останавливаешь зло. Это является… Ну а если кто-нибудь ребенок, а ты сидишь на берегу? Кто-нибудь ребенок, а ты на берегу сидишь, какое красивое море. Кто-нибудь ребенок, понимаешь? Так вот, в том-то и странность состоит, что у тебя нет никакого намерения, у тебя нет никакой активности. Ты просто созерцателен, но в сознании находишься. То есть ты отдаешь себе отчет, что происходит. Но, тем не менее, твоя вот эта вот пассивность в них странным образом оказывается как бы безнастой. Ты же намеренно сидишь и не помогаешь. Так вот, для того чтобы… Это намеренное принесение вреда. Как это намеренно? Нет, ты просто сидишь, наблюдаешь за морем в друг раз, увидишь на самом деле, что тонет ребенок. Ну… Ты же намеренно бездействуешь. Как, вот смотри, у вас… Как можно намеренно бездействовать? Ты просто бездействуешь. Именно намеренно! У тебя просто созерцателен. Ну как? Может ты говорить не «бездействуешь», а просто «ты занят», у тебя там своя там цаторь, своя программа Giusellaotros. Вы намеренно-намеренно. Для чего? Намеренно, конечно, бездействуешь. Нужно говорить о том, что можно намеренно бездействовать. Намеренно бездействовать. Я рассказываю тоже простые случаи. Я был маленьким точечным студентом, мы постели ехали, и там маленькая симпатичная девочка едет, Сидят два здоровенных лапа, вот такие у них кулаки с моим головой, и они начинают к нему вставать, и все вокруг засыпают. Вот вам теперь классический пример, что люди бездействуют. Давно было, где-то 20 назад? Нет, а вот я на тебя наведу. Вот это и есть намеренное бездействие. Они может быть созерцают, они взяли и заснули. Потому что те двое, те здоровые, большие кайфи, они вот заснули. Ну ладно, может быть можно говорить о том, что есть такая вещь? Так люди говорят, что народ так не стыдно. А народ взял и прикинулся, что он заснулся, потому что не хотели связываться. Просто смотрите, я думал об этом, как решить эту проблему, определенного рода опять этическая проблема, как быть с пассивностью. Как быть с активностью, понятно. Понимаешь, эта самая намеренность, она же эффективна. Ты что хочешь спросить-то? Что ты хочешь спросить-то? Вопрос в чем? Вопрос в инкурсе. Я хотел дальше развернуть, как это можно развести так, чтобы было понятно, почему бездействие, почему созерцательная позиция на самом деле тоже втянутом растении. С каким способом? На самом деле это невозможно понять с точки зрения, опять же, личной этики. То есть, допустим, я всегда медитирую, нахожусь в некоторых позициях пассивных, и вокруг совершаются какие-то безобразия. Ну, не я виноват, что эти безобразия развернулись вокруг меня. Может быть, я сидел в тишине, где-то на берегу моря, и вдруг откуда-то прибежали какие-то люди, начали чем-то заниматься. Почему я должен обязательно вмешиваться в то, что вокруг меня происходило? Так вот, с точки зрения моей личной позиции. Я никому не мешал, я вообще уединился, ушел куда-нибудь подальше, как отшельник куда-нибудь, чтобы помедитировать. И люди и здесь меня нашли, чтобы я был вовлечен опять во всю их грязь, во всю немощь, во всю их грязь. Понимаешь, почему я должен вдруг озаботиться, и почему я должен включиться, и выйти из своей некоторой позиции, которую я занял. Я вот просто, допустим, действительно намеренно занял пассивную позицию. Но я просто не хочу, как бы, ушел подальше специально от людей, чтобы заняться собой, а не другими. И тем не менее приходят другие люди, и вот я опять должен ими заниматься. Это какая-то несправедливость, понимаешь, здесь тоже есть по отношению к человеку, казалось бы. И вот как эту проблему решить? Это этическая проблема, да. Что на самом деле социальная позиция оказывается всякий раз, когда возникают какие-то другие люди, она как бы затронута этими другими людьми. И получается, что я как бы не имею права на такую посредоцательную позицию. Ну, в некоторых случаях, когда эти другие люди, там, вдруг с ними что-то случается. Они тонут, там, умирают, там, хотят кушать, пить, там, я не знаю, чего они хотят еще, там. Переодеться хотят, а я, типа, на них смотрю, там, и так далее. Понимаешь? Ну да, равнодушие есть такая вещь. Дело не равнодушие. Так вот, я просто над этой проблемой думал и понял, что здесь есть такая странная вещь, которую, вот, как бы я рассказывал о долге, да, которую надо отнести к долгу. Вот. Я говорил о том, что вот долг нас как-то там уславливает, да, и, на самом деле, если мы принимаем этот долг, то вроде в этом долге, как по созданию необходимости, мы все-таки остаемся свободными. Так вот, вот эти все ситуации с пассивной позиции, они, на самом деле, объясняются с позиции долга. Вот есть изначально, вот, некоторого рода, то есть с позиции общественности, да, с позиции общества. Как бы есть два слоя, слои общества, да, и слои индивидуальные. Вот с моего индивидуального слова никак не понять, почему я должен свои пассивные индивидуальные позиции, как бы дергаться, да, и заниматься другими людьми. В конце концов, у меня есть какое-то мое пространство личное, да, как я хочу в этом пространстве жить, как бы, условно говоря, нет других, иногда, по крайней мере, да, хочу, как бы, от других людей отдохнуть. Не всегда же ими заниматься, да. Не всегда же быть включенным, не всегда же быть активным. Так вот, с индивидуальной позиции это непонятно. Но если подняться выше уровня, да, подняться на уровне общества, то с точки зрения общества, вот, у каждого человека есть долг. Мы, как бы, все люди соединены в некое единое целое общество. И перед друг другом обязаны, да, потому что общество нас воспитывает, общество нас порождает, да, общество обеспечивает нам сохранность, нам безопасность, комфортную жизнь и прочее. То есть мы, на самом деле, вот этот долг, который описывается нравственно, мы, на самом деле, имеем перед обществом. И то, что, когда я нахожусь в орицательной позиции, ведь возникает не моя личная нравственность, да, что я должен это сделать, исходя из каких-то внутренних своих посылок, совершить какие-то действия. А просто возникает вот этот самый общественный долг, да, я должен, как бы, помочь ближнему, я должен вступиться, там, может быть, в ситуацию, как бы войти к нему, потому что есть долг. То есть это и есть тот самый долг. То есть, когда я нахожусь в орицательной позиции, единственное, что может подвигнуть меня совершать нравственные действия, это именно вот этот долг. Ну, вопрос. Ну, Влад, а вот, ну, так сказать, к чему все эти рассуждения, какой бы вывод? И почему, и второй вопрос, а зачем вообще рассматривать только долг? Почему не рассматривать права и обязанности? Почему выхватывать одно? Ну, права и обязанности – это просто уже расшифровка, развертывание того, что такое долг. Можно уже там законы найти и прочее, прочее. Просто слово «долг», ну, как бы, достаточно хорошо описывает само понятие. Ведь долг нас обязывает. Проблема, с одной стороны, состояла в том, что мы, как бы, условлены долгом, да, и в этом, вроде, нет нашей свободы. А с другой стороны, как бы, с другой стороны, пассивные позиции, как бы, когда я выбираю быть пассивным, да, почему-то, вот, да, допустим, я, живя в обществе, как бы, признаю долг, но иногда я хочу, как бы, от этого долга отдохнуть и впасть в пассивную позицию. У нас же пассивные позиции все равно, как бы, этим долгом приневолим, да, и, как бы, и должен осуществлять это действие. То есть, именно моя созидстательная позиция все равно оказывается безнравственной, в иных случаях, с позиции именно долга, а не с позиции моей внутренней позиции. То есть, иначе говоря, здесь вот я много раз говорю, вот, про некую роды регионирования вы себя, да. Тут есть два региона. Регион уровень общественного и уровень индивидуального. С точки зрения индивидуального, я вступаю, допустим, в положение созидстательности. Это мой выбор активный. Я не хочу, как бы, никого убедить, условно говоря, я хочу заняться собой. Но с точки зрения общественного, может возникнуть ситуация, когда возникает долг. Я должен выйти из созидстательной позиции и опять занять активную позицию. Что-то там где действует в соответствии с долгом. Вот, как я думаю, эта проблема решается. Проблема разводится на то, что долг всегда есть некая троя вещь, которая нас связывает с обществом, да. Есть всегда общественный долг, а не просто какой-то личный долг. И есть, как бы, наша личная индивидуальная этика, да, в которой мы придерживаемся и в которой мы действуем активно. И мы тогда разводим, на самом деле, как бы, вот, пассивная позиция относится к долгу, да. Ну, либо мы долг признаем и, в том числе, там, и действуем тоже так же активно, да. А вот наша уже, как бы, индивидуальная позиция, там, наша личная позиция, она, вот, описывается вот то, что мы называли этикой добра. То есть, вот, некого рода конкретным действованием. Наразным. Вот, вот это вот, и способ, который я это описываю, он, как бы, вот, связан с тем, с той темой, которую я называю регионированием бытия. То есть, это просто есть два слоя. Бытия, которые, на самом деле, нельзя объединить. Которые существуют, как бы, вот, как существует, там, душа и тело, там, да, там, вот, есть некий уровень общественного, есть уровень индивидуального. И они параллельно существуют.